Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Познакомилась на сайте с парнем. Общалась хорошо где-то месяца полтора. Встреча никак не получалось, а у меня сильно занято 100 ковид. Приболели по очереди, 100 каникулы новогодние. Недели две назад я на него обиделась из-за мелочи и прекратила общение. Ну как обычно обижаются девочки раз в месяц. Потом поняла, что зря начали снова общаться. Но он как-то стал сух. Вчера на моей попытке его разговаривать отвечал довольно однослойно, а потом выдал длинное письмо о том, что полтора месяца назад начал общаться с девушкой, всплывал с ней чувствами, но она с ним так же себя ведёт, как он со мной, и он считает это нечестно по отношению ко мне. Меня эта ситуация очень оскорбила. Тут он общается не столько же, сколько со мной, но выбрал её. Я как будто про запас был, а теперь мне это рассказывает из честности типа. Это очень унизительно. Я ему это высказал и попросил меня забадить, чтобы я ему не наговорил от чего-то на эмоции. Всю ночь я проплакал и сейчас сижу плачу. Мне надо работать. Эта ситуация вытемлила самой раны. Я не знаю почему, но мне уже не везёт так всегда. Всегда со мной общаются, оказывается, что есть другая, которая чувствует, а я никто. Я хочу хоть раз быть той самой, которую любят, а не вот этой запасной. Я думал, с ним всё получится, была уверена, мне казалось, у него есть интерес, я чувствовал увлечение к нему и вот. Вчера ночью я плакал часа четыре. Мне хотелось порезать себя, так мне было больно и обидно. Я пытался представить, какая она, а чем она лучше и почему он выбрал её, а не меня. Помогите, пожалуйста, как перестать плакать, мне нужно работать в этот офис. Тут люди, у меня обухло лицо и болит кожа. У меня сейчас нет сил на какую-то терапию. Просто подскажите, как перестать рыбать и хотеть разрезать себе живот. Ну, честно говоря, лучшее, что вы можете сделать для себя сейчас, это найти человека, близкого вам, адекватного человека, вот. И просто ему, этому человеку прожить то, что вы сейчас чувствуете. Потому что вам больно, у вас довольно много агрессии, направленной на себя. Вот. И в общем и целом, это самый экологичный и гуманный способ, о котором я сказал. Обратиться с вашими чувствами. Обратиться с вашими эмоциями. На самом деле, другого способа я не знаю. То есть, я знаю, что есть способы заглушить чувства, заглушить эмоции. Но, на мой взгляд, это совершенно не работает, во-первых. И, на мой взгляд, это, ну, вообще говоря, вредно. То есть, это, ну, подавлять себе чувства свои, да, это очень нехорошо. Вот. Я не знаю, конечно, как вы воспользуетесь, не воспользуетесь. Грубо говоря, ну, вот, мои рекомендации. Вот. Очень надеюсь, эм, конечно, что воспользуетесь. Потому что вам действительно очень плохо. Эээ, тем не менее, аутоагрессия не берётся из ниоткуда. То есть, нужно понимать, что, вот, ваше состояние и ваша реакция, да, она из ниоткуда не берутся. То есть, совершенно очевидно, что вы были как-то, ну, я бы сказал, готовы. Вы были готовы к, ну, вот, к такой реакции. И, в общем-то, вы сами, как мне кажется, об этом пишете. То есть, вы, ну, прямо, по сути, прямо пишете о том, что, вот, вам не везёт. И, чтобы вы думали, что, ну, в этот раз получится. Вот. И здесь, конечно, угадывается довольно деструктивно, как мне кажется, модель поведения. Потому что, когда люди, эээ, ну, пытаются, так скажем, эээ, сделать так. Эээ, чтобы получилось, эээ, ну, отношения, чтобы получилось, когда люди, эээ, пытаются сделать так. Вот. То, к сожалению, вот, как правило, не получается. Вот. И не получается, ну, не просто так, а именно из-за, эээ, наличия, так сказать, ээээ, сверх мотивации. Вот. То есть, когда, эээ, имеет место быть, ээээ, сверх мотивация. Вот. Эээ, ну, как бы, ээээ, чтобы вот, ээээ, чтобы что-то получилось, то, как правило, не получается. Вот. Это важно понимать, понимать. И на будущее, на будущее, ээээ, я бы хотел, чтобы вы, по возможности, ээээ, чётко для себя увидели. Эээээ, такой аспект, что, ээээ, вы нацелены были изначально, как мне показалось, эээээ, не на ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Собственно, это и стало такой вот причиной, собственно, это и является первопричиной того, что из вас ничего не получается. Ну и ваше отношение к себе, которое вы демонстрируете, которое вы показываете, ну, как бы в рамках хотя бы своего текста, вот, тоже не может не влиять на то, как ну, как вас воспринимают мужчины, вот. То есть, если вы себя обесцениваете, да, если вы в целом к себе относитесь, вот, не очень хорошо, да, вот, то, ну, как бы, естественно, да, что другой человек это почувствует. Вот. Глобально, глобально, вот сейчас, вы пытаетесь, на мой взгляд, сделать следующее. Вы пытаетесь, на мой взгляд, компенсировать отсутствие любви к самой себе отношениями. Это, скажем прямо, не лучшая позиция, скажем прямо, потому что она, ну, в общем-то, является тем, чем она является. То есть она является компенсацией, а не вот полноценной такой деятельностью, а не полноценной такой моделью поведения, направленной, ну, точнее, берущей свою природу из-за избытка. Вот. Дальше. Теперь разберем подробнее. Вы пишите, познакомилась на сайте с парнем. Есть причины, по которой вы, по которой, вы знакомитесь на сайте знакомств. Вот. Эти причины, они, как правило, связаны либо с травмирующим опытом негативным, который есть у человека. Травмирующий негативный опыт я имею в виду связанный с знакомством, с сближением, с общением, если можно так выразиться. Вот. С неуверенностью человека в себе, со страхами и могут быть еще какие-то моменты. Но, так или иначе, когда вы знакомитесь в интернете, когда вы знакомитесь через, ну, вот, сайты, вот, вы сами себе подставляете подножку какую. Дело в том, что на подобных ресурсах люди очень часто довольно легко выбирают, да. Вы говорите, что вы никак не могли встретиться. Вот. Вы говорите, что вы только общались. Ну, в смысле, онлайн. И получается, что помимо того, о чем я сказал, да, существует еще такая шпука, как идеализация. Что это значит? Что значит идеализация? Идеализация означает, когда вот люди общаются по сети, что я сам себе придумываю то, какой человек. То есть, человека в реальности, я не знаю, не видел с ним, не общался, его не чувствовал. Вот. Только, лишь, вот, на основании того, как человек репрезентует себя в сети, я делаю о нем какие-то выводы. Ну, не знаю, как вам, но мне очевидно, что сложно представить себе более, скажем так, небезопасную, более небезопасную схему взаимодействия с партнером. И схему, конечно же, построения отношений. Вот. Понимаете, да? Какая штука. А, идем дальше. Вы пишите, общались хорошо где-то месяца полтора. Это очень мало, особенно при приписке. Вот. Вы говорите, что он, значит, я думал, с ним все получится, была уверена, вот. А мне казалось, у него есть интерес, я чувствовал увлечение к нему. За полтора месяца переписки, ну, то, о чем вы говорите, это, скорее всего, исключительно проекция. То есть это вот то, как раз, о чем я говорил, когда имел в виду идеализацию. То есть вы увидели по сети человека, который плюс-минус подходит под ваши критерии. Вот. Вы увидели его интересы и сразу же начали все свои желания, все свои компенсирующие тенденции, значит, перемещать на него. Ну, правда в том, что человеку от этого не горячо не холодно. Вот. И по сети, в общем-то, общение таковое, что можно в любой момент как бы сменить партнера, в любой момент обратить внимание на другого человека и так далее. Не нужно стараться, не нужно брать ответственность. Дальше. Встретиться никак не получалось. То у меня сильно занятость, то ковидом переболели, то новогодние каникулы. Но, опять же, на мой взгляд, на мой взгляд, и это глобальная ваша проблема, на самом деле, что то, о чем вы говорите про невозможность встретиться, это вопрос, касающийся, ну, скажем так, ответственности. Это вопрос, касающийся, в общем и целом, желания. То есть, если люди хотят, они встретятся. И если люди не хотят в глубине души, но или боятся, но требуют от себя встретиться, они ищут какие-то образования. Особенно это актуально для общения по сети. Это особенно актуально для взаимодействия по сети. Вот. Потому что, если в общении по сети нет встречи, то оно себя очень изживает, оно не получает развитие. Вот. Точнее, оно получает развитие, но там немножечко другие, скажем так, ну, законы немного, немного другие законы действуют. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ни вы, ни парень не готовы были до конца переводить общение в русло реального взаимодействия. Вот. И повторюсь, полтора месяца хорошего общения, это очень и очень мало. То есть, это, ну, вообще, как бы, ну, ничто. Вот. Вот. Потому что по сети в онлайне общаться можно, как угодно, строить из себя можно, кого угодно. Понимаете? Ну, вот. Ну, вот, как бы, к сожалению, к сожалению, к сожалению, ситуация такая. И я здесь хочу обратить ваше внимание, почему я сказал, что имеет, ну, как бы, большое значение личное ответственность. Я хочу обратить внимание на то, какой вы выбор здесь делали. Вы делали выбор не встречаться, сильная занятость, новогодние каникулы. Это был ваш выбор. Это именно ваш выбор. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на этот выбор. Чтобы вы обратили внимание на то, что да, я выбирала с ним не встретиться. Да, для меня новогодние каникулы, сильная занятость и ковид, это аргументы. Понимаете? Но почему это аргументы? Понимаете, какая штука? Вы, конечно, найдёте объяснение. Вы найдёте этому оправданию. Но правда в том, что меня оправдание не интересует. Я вас не обвиняю. Вы не взяли суда, чтобы, ну, как бы, чтобы вы оправдывались и так далее. Здесь, на мой взгляд, дело немножечко в другом. На мой взгляд, дело всё в том, какой выбор вы, ну, как бы, принимаете. Какой выбор вы совершаете? Вот здесь, что является, на мой взгляд, самым главным. То, что вы совершили такой выбор, как бы, исходило из ваших приоритетов. Понимаете? Это были ваши приоритеты. Ничьи-то другие. Это ваша ответственность. Дальше. Две недели назад я на него обиделась из-за мелочи и прекратила общение. Ну, как обычно, обижаются девочки раз в месяц. Здесь совершенно потрясающая, как мне кажется, ситуация. То есть, вы считаете, абсолютно нормальным. Из-за мелочи обижаться. Не осознавая при этом, что, первое, вообще-то это манипуляция. Второе. Второе. Это перекладывание ответственности на человека за свои переживания. и, как бы, заточение своих переживаний, ну, как бы, внутрь себя. Ну, глубже. То есть, вы, когда обижаетесь, да, вы просто глубже запалкиваете свои чувства. Вот. Далее. Здесь идет противоречие. Вы говорите мелочь. Если бы это была мелочь, вы бы не обижались. Если вы обидели, значит, это не мелочь. Если это мелочь, то обижаться не стоит. Понимаете, это противоречие. Вы говорите, как обычно девочки раз в месяц обижаются. Откуда вы знаете? У вас статистика есть или что? Ну, вообще, люди не практикуют обиду, если, как бы, умеют обращаться со своими чувствами и выстраивают здоровые отношения. Еще раз повторюсь, обиды, обида, это манипуляция, это способ манипулятивным образом получить то, что вам нужно от другого человека. При этом вы ставите себя в очень сильную зависимость. Потому что человек может, в общем и целом, не компенсировать вам то, что вы хотите. Поэтому, пожалуйста, обратите свое внимание на этот аспект. Это важно. Очень важно, чтобы вы на это обратили внимание. Почему я обиделся? Скорее всего, вам захотелось подтверждения от человека факта того, что вы ему важны. Вот, скорее всего, скорее всего, я думаю, именно так обстояли дела. И такой способ, который вы выбрали, ну, для этого очень деструктивный, очень сильно деструктивный. Такой способ является непрямым, является негативным и закрепляющим деструктивные поведенческие паттерны в отношениях между людьми. Но в то же время он демонстрирует то, как вы обращаетесь со своими чувствами. Условно говоря, вы не сказали человеку прямо, что, слушай, я хочу, там, от тебя сейчас, там, не знаю, внимание, я хочу от тебя сейчас, там, какой-то ласки, например, тепла и так далее. Нет, вы этого всего не сказали. Вам нужно было обидеться. Я повторюсь, я вас не обвиняю. Я просто говорю о том, какие ваши проблемы. И, соответственно, вам нужно здесь заметить, чего со мной происходило, когда я обижал. Что со мной происходило, чего я хотела. Вот. Ну и перестать оправдываться тем, что девочки обижаются. Потом поняла, что зря начали снова общаться. Здесь вот у вас нет запятых. Из-за этого, как бы, ну, кажется, что потом поняла, что зря снова начали общаться. То есть, ну, возникает какая-то бессмыслица. Вот. Теперь я понял. Вы написали, потом поняла, что зря и снова начали общаться. То есть, как бы, ну, очевидно, вы находитесь на эмоциях, да? Но, тем не менее. Обратите внимание, вы говорите, поняла, что зря. Я думаю, что вы поняли, что зря, не обижайтесь, пожалуйста. Но я думаю, что вы поняли, что зря тогда, когда почувствовали, именно почувствовали, что не можете получить от человека то, что хотите. То есть, вы обиделись, не получили то, что вам нужно от человека, как бы, начали, вероятно, беспокоиться, что если ему не напишете, то так всё. И сойдёт на нет. И написали ему. Ну, вероятно. То есть, вы не уточняете, как именно вы начали общаться. Но я думаю, что, скорее всего, вот таким образом. То есть, на себя, какая модель поведения. Опять же, заметьте, заметьте, когда вы поняли, что зря, когда ваша модель поведения не отработала. Но он стал сухо. Да, потому что люди на манипуляцию так реагируют. Люди на манипуляцию реагируют именно сухость. Они понимают, что на интуитивном уровне понимают, что это манипуляция. Что обида – это деструктивный модель поведения. Вы можете сказать. Какая разница? Ведь он всё равно общался с другой девочкой и, в общем-то, какая разница? Он стал сухо не по этому. Вы будете правы здесь. То есть, да, вы будете правы в том, что он действительно общался с другой девочкой и, вероятно, всё было не по этому. Но! Речь идёт про вас. Речь идёт про ваши изменения. Понимаете, ваш вопрос, он звучит абстрактно. Как мне перестать плакать? Вы не можете просто перестать плакать, пока у вас есть психологические проблемы. Слёзы – это нормально. Если бы вы не плакали, вы бы, ну, в общем и целом, скорее всего, могли бы получить, скажем так, куда более серьёзные трудности, такие как болезнь или что-то ещё. Поэтому слёзы – это хорошо. И просто так перестать плакать не получится. Понимаете? Ведь слёзы – это следствие определённого переживания. И даже, даже дело не в самих слезах. Дело в том, как вы относитесь к слезам. Вот. Даже про свои слёзы вы говорите – тут люди, меня все видят. Какая разница? У человека может случиться какое-то горе, у человека может случиться какое-то несчастье. Вот. Или вас так волнует, как вы выглядите в глазах других людей. Если да, то у меня для вас не очень хорошая новость. И в этом вы тоже себя обесцениваете. В этом вы тоже, как бы, к себе относитесь весьма и весьма нехорошо. К сожалению. Да? Вот. Я хочу обратить ваше внимание именно на то, что он стал сух. Вы как бы к этому относитесь. Вот изначально, да, вы к этому относились. Ну, не как к следствию вашего поведения. Вот. Опять же, здесь вы можете сказать – Андрей, но у него же там произошли изменения. У него девочка была другая. Вот. А он поэтому, ну, как бы, стыдился. И, опять же, да, возможно, вы правы. Но, важно понимать, что вы никогда до конца не узнаете, что происходит с другим человеком. Вы никогда не узнаете, почему человек стал сух. Или почему, наоборот, человек стал более, например, активен, более, там, допустим, ласков и так далее. Вы этого до конца не узнаете никогда. Потому что сам человек этого не знает. Но, в отличие от того, о чем я сейчас сказал, и в отличие от сферы, которую вы, как бы, контролировать не можете, есть то, что вы контролировать можете. Понимаете? Какая штука, какая штука. И вот как раз таки, говоря про, ну, как бы, говоря про ваше поведение, я говорю как раз о возможности контролировать это. Вам гораздо лучше и легче было бы воспринимать то, что человек стал более сухим, если бы вы на него перед этим не обиделись. Понимаете? А так получилась довольно странная штука. Вы обиделись вроде как потому, что вам это важно. Ну, в смысле, вот то, что послужило причиной обиды. Причиной обиды. А потом, как произошло потом? Потом произошло, вероятно, так, что вы как будто бы сами взяли и спустили это на тормозах. То есть, предали себя. Понимаете? Какая штука. Ну, а если вы себя предаете, почему этого не может сделать другой человек? Другому человеку сделать это гораздо легче. Гораздо легче другому человеку взять и вас, ну, в какой-то степени обесценивать. Ну, люди это называют предательство. Но это немножко другое. Сейчас мы об этом говорить не будем, наверное. Дальше. Вчера на моей попытке его разговаривать зачем? Чтобы убрать тревожности. Вам тревожно, что он стал сил. На себя вы не опираете. Свои эмоции вы не выражаете. Вместо этого вы пытаетесь опереться на другого человека. Значит, да-да, отвечал однословно. Ну, как правило, так люди делают, когда на них давят. Потом выдал длинное письмо. Это полтора месяца назад начал общаться с девочкой, воспитывал к нам чувству. И она с ним так же всегда ведет, как он со мной. Он считает это нечестно по отношению ко мне. Это правда. Здесь мы говорим об общении в сети. Что в реалиях интернет-общение это то, что вы описываете абсолютно нормально. Абсолютно нормально, что человек нашел кого-то другого. И это действительно показатель честности. То есть, как вам об этом сказал. Мог бы не говорить. Знаете, это вообще показатель его зрелости. Определенно. Но вам это сложно принять и сложно быть за это благодарным. Потому что у вас в отношениях есть четкая проблема, которую вы хотите решить. А именно, доказать, что вы можете не быть запасной. Потому что вам до этого не везло. Не везло. И вы пришли в отношения уже с целью, как бы вот, ну, доказать. И в этом смысле любое поведение человека, любое поведение человека, кроме того, которое для вас является позитивным, вы не принимаете. Вы обратите внимание, что вы не принимаете выбор человека. Не быть с вами. Понимаете? Почему так сложно вам это сделать? А потому что, скорее всего, парень этот один. А у него вы не одна. И задайте себе вопрос, а почему он у меня один, а я у него не одна? Ведь это общение по сети. Да? Тут никто никому ничего не должен. Вы же ведете себя так, как будто он вам должен. И я понимаю, почему так происходит. Потому что вы довольно сильно себя не любите. Довольно сильно себя обесцениваете. Вы... У вас как бы много злости на себя, агрессии на себя. Вот. Когда у вас что-то не получается, вы себя... Вы себя прям... Готовы... Эээ... Повреждения как бы... Себе наносить. Вот. Понимаете? Настолько вы не позволяете себе ошибки. Ну... И... Причем... Причем здесь, как бы... Эээ... Причем здесь парень-то? Причем здесь человек? Человек ваши проблемы решать не должен. У него... Эээ... Задача... Другая немного. У него задача... Эээ... Эээ... Свои... Свои проблемы решить. Вот. У него задача... Самому счастливым стать. А у вас задача... У... У вас задача... Такая же. Но... Вы... Ставите... Эту задачу... В зависимость... От... Другого... Человека. Понимаете? Какая штука. Вот в этом... И заключается беда. Меня эта ситуация очень оскорбила. Чем? Смотрите. Оскорбила это что значит? Оскорбление это означает, что меня это унизило. Унизило... Эээ... Представило в... Каком-то... Негативном свете. Но... Простите. А... Как может... Эээ... Что-то... Представить нас... В негативном... Свете. Каким образом... Это может... Эээ... Эээ... Ну... Случиться? Только... Когда я... Готов... К тому... Чтобы так себя воспринять. То есть... Только... Когда я готов... Сам... Себя обесценить. Когда я готов... Уже готов эмоционально... Эээ... К тому... Чтобы... Отнестись к себе... Эээ... Эээ... Ну... Вот... Как-то негативно... Да? Я... Ситуация... Вот... Эээ... Я... Я до этого найду... Вот... То есть... Опять же... Здесь вы не внимательны к себе... Меня это оскорбило... Он... Как бы... Виноват... То есть... Эээ... Общается не столько же со мной... Но выбрал её... Да... У человека есть выбор... Я как будто... Прозапас... Нет... Вы не... Прозапас... Это вы считаете себя... Прозапас... Это вы... Относитесь к себе... Как к той... Кто не способен ни на что больше... Кроме того... Чтобы быть... Прозапас... А человек просто выбирает... Теперь он мне это рассказывает... Из честности... Типа... Да... Он... Он честен... Это правда... Честность не всегда... Приятно... Это очень удивительно... Потому что вы готовы... Себя унижать... Я ему это высказал... Спросил меня за баню... Чтоб ему не наговорили... Чего-то на эмоциях... А... Для чего вы... Вот... Это... Пересказали здесь? В той ночи я проплакала... Вам себя жаль... Через жалость... Вы блокируете любовь к себе... Эээ... Так... Сейчас здесь я плачу... Мне надо работать... А хотите ли вы работать? Интересно ли вам работать? Насколько вообще вам интересна ваша жизнь? Эта ситуация вытянулась на мои раны... Понимаю... Вам больно... Больно проживать... А... С проблемами работать... Я не знаю почему, но мне очень не везет так всегда... Ну... Как бы... Все, что я сказал до этого... В общем и целом... Я надеюсь раскрывают механизмы того, почему вам в кавычках не везет... Понимаете... Эээ... Вот... Везение... Такая штука... Когда человек вообще-то... Ммм... Ничего себе не приписывает... То есть... Я... Я... Как бы вообще беспом... Беспомощный... Говорит такой человек... Эээ... Эээ... Вообще-то... Ммм... Ммм... Чтобы у меня все получилось... То есть... Иными словами... Вы играете... Вот... Эээ... Эээ... Ну... Ну... По сути... По сути... Ваше... Эээ... Ваше отношение... Эээ... К мужчинам... Это игра... Сделал-ка я ставку... Ставку на него... Например... Ну... Как в любой ставке... Делать... Эээ... Ставку только на одно... Значит проиграть... Слишком большой... Риск... И вы... Эээ... Рискнули... Но... Рискуя... Вы не воспринимаете... Это как риск... Вы... Вы... У вас есть ожидания... На которые вы не привыкли обращать свое внимание... За которыми вы не привыкли видеть свои потребности... И к которым вы не привыкли прислушиваться... Вы говорите... Я была уверена, что с ним... Все получится... Почему? Только потому что у него был интерес к вам... Только потому что... Вы чувствовали к нему увлечение... И поэтому вы были уверены, что с ним... С ним все получится... Кстати, кстати... А что все? Вот... Что все? Вот... Попробуйте увидеть... Эээ... Что все-то... Каким образом получается, что... Общаясь с человеком с десяти и полтора месяца... Вы уже думаете о том, что все получится... То есть чувствуете? У меня нужно, чтобы у меня все получилось... Чтобы я была хорошей... Чтобы я стала полноценной... Это так... Не работает... Вот... Вечно со мной общаются... Оказывается, что есть другая... Которые чувства... А я никто... Ну... Если обобщается... Я думаю, что... В нюансах и в деталях... Ситуация... Ситуация... Не такая... Вот... Это первое... Я думаю, что... Так происходит из-за того, что... Эээ... Как сказать... Вот... На графике... Ну... Если вот на графике... Да? На графике... Эээ... Попробовать... Вот... Изобразить... То, как вы обращаетесь... С собой... Я думаю, получится... Эээ... Примерно следующая картинка... Есть моменты, где я обижаюсь... То есть... Эээ... Придаю... Эээ... Чрезмерное значение... Мелочи... Вот той самой мелочи, о которой вы сказали... А есть моменты, где я... Терплю... На себя наступаю... Чего-то не замечаю... Пренебрегаю... С собой... Своими реакциями... Почему? Потому что... Я становлюсь зависимым... Знаете... Вы обиделись... Эээ... Вот... Сейчас скажу такую... Немножко... Эээ... Может быть... Парадоксальную вещь... Но вы обиделись... Как мне кажется... Только потому... Только потому... Что было пора... Вот пора обидеться... Вы обиделись... Понимаете? Ну... Безусловно, вам... Эээ... Что-то было неприятно... Но... Как бы... Вот есть... Эээ... Ситуация... Да... Я должна обидеться... Девочки... Девочки обижаются... Понимаете? Ну... Так... Если... Вы ведете себя так... Как девушки... Все... Игнорируя... При этом... Себя... Да? Ну... Саму себя... Саму себя... То... Почему удивляться? Почему удивляться? Что... Вот... Выбирай другую... Мать... Какая штука... Вот... Это неприятно... Я знаю... Но... Извините... Я здесь не для того, чтобы вас жилет... Вас жилет... А... Я хочу хоть раз... Быть той самой... Которую любят... А не вот этой запасной... Обратите внимание... Вы хотите, чтобы вас любили... Но что вы не любите себя... Вы не чувствуете себя... Я думал... С ним все получится... Была уверена... Мне казалось... У него есть интерес... Я чувствовал влечение к нему... И вот... Это вопрос ваших ожиданий... И... Всего того... О чем я уже сказал... Вчера ночью я плакал... В часа четыре... Мне хотелось порезать себя... Так мне... Так мне было больно и обидно... Кстати... Нужно... Поработать... Обид будет меньше... Если будет... Если будет... Не будет завышенных ожиданий... Я пытался представить... Какая она... Чем она лучше... Чем я... Почему он выбрал ее... Ну... Вы сами то что об этом думаете... Вы же сравниваете себя с другими людьми... Почему? Потому что вы не доверяете себе... Помогите... Как перестать плакать... Сказал... Мне нужно работать... Сказал... Тут... Офис... Тут люди... Об этом тоже сказал... У меня опухлое лицо... Лицо... И болит кожа... Мне очень жаль... Ничего с этим не поделать... У меня нет сейчас сил... На какую-то терапию... Просто... Поскажите... Как предоставлять... И хотеть разрезать себе живот... Скажите... Пожалуйста... А... Вот раньше... Когда вы... Ну... Когда вам до этого не везло... И я предполагаю... Что вы так сильно не... Ну... Не плакали... Да... Не переживали... По крайней мере... Какое-то время назад... Почему тогда на терапию... Вы не пошли? Вы... Предпочли... А... Придаться построить... Новые сетевые отношения... Вместо того... Чтобы пойти на терапию... Когда у вас были силы... Сейчас вы говорите... Что сил у вас нет... Так может быть... Здесь дело не в том... Что у вас нет сил... Может быть... Дело в том... Что вы в терапии... В принципе... Не заинтересованы... И опять... Придумываете оправдание... Понимаете? Давайте как-то вот... Уже... Вот вы среагировали на честность... Молодого человека... А как у вас с честностью обстоит дело? Я бы даже сказал... Не с честностью... А с искренностью... Умеете ли вы быть искренним? Потому что... Как-то вот мне кажется... Что... Искренность для вас... Редкая штука... И искренне вы... Только в таких моментах... К жалости к себе... Не всегда вы не искренне... Потому что... Вы обманываете... Вы поймите меня правильно... Я вас в ни в коем случае не обвиняю... Я не в чем вас не обвиняю... Я хочу... Лишь только... Показать... Проблему... Вашу... И сказать... Что давайте мы будем... Все таки взрослыми людьми... И признаем... Что... Для решения... Эээ... Ваших... Эээ... Эээ... Проблем... Нужна терапия... Вы же ведете себя сейчас... В этом смысле... Как... Как ребенок... Не в том смысле... Что вам сейчас плохо... У вас нет сына на терапию... Это я понимаю... Я говорю о том... Что раньше у вас были проблемы... И вы на терапию не пошли... А сейчас вы говорите... Что у вас нет сил... У вас нет сил... Потому что таков был ваш выбор... Не разбираться в себе... А снова пытаться... Понимаете? То есть вы сами выбираете... На что вам тратятся ваши силы... Так если вы выбираете... На что тратят ваши... Ваши силы... Причем... Здесь... Тогда... Мы... Понимаете? Вы выбираете тратить свои силы... На деструктивное что-то... Потом вам становится плохо... И... И вы говорите... Как мне перестать плакать... Тут офис... Эээ... Люди и так далее... А... Вы не предвидели... Таких... Последствий? Если нет... Это означает... Что вы не привыкли... Нести... Личную ответственность... За... Своё действие... Если вы... Знакомитесь... Сети... С мужчиной... То что происходит... Это... Нормально... А если вы... Игнорируете... Такие... Возможные... Последствия... То это говорит о том... Что вы не принимаете... Реальный мир... И не живёте... В реальном мире... И себя... Реальность... Вы к сожалению... Скорее всего... Тоже... Не принимаете... А... Поэтому... А... А... Если вы выбираете... Тратить свои силы... На... Что-то деструктивное... А... 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 Переедаю... Да... Мне плохо... Становится... Потом... А... Мне нужно идти на работу... Я прихожу к вам... И говорю... Ой... Ты знаешь... Я в двадцатый раз... Переел... А мне на работу... А я не могу... Помоги мне... Пожалуйста... Вы будете мне помогать? Если... Да... То ситуация... Никогда... Не изменится... Я так и буду... Все время переедать... Вот и вы... Если сейчас... Получите способ... Не плакать... Вы опять... Через какое-то время... Повторите свой сценарий... И опять... Будете... Пытаться... И вам опять... Будет... Плохо... А когда вам... Опять... Будет... Плохо... Вы... Снова... Будете... Искать... Быстрое... Средство... Но правда... Может быть... Уже... Пришло время... Как-то... По-взрослому... О себе... Позаботиться... Как вы считаете... На этом все... Я надеюсь... Что помог вам... Буду благодарен... За обратную связь... По моему ответу... Это позволит вам... Начать... Работу над собой... Желаю вам... Всего самого... Доброго... Удачи... За помощью... Удачи... Удачи... Удачи...